Привет, друзья, я Григорий Герман. Город областного значения. 37 тысяч человек населения, из которых, согласно переписи, 30% называли себя русскими. Крупнейший в Европе коксохимический завод. Такой была Авдеевка до войны. До того момента, пока Россия не пришла сюда защищать народ Бонбаса, который 8 лет донбили. Правда, судя по всему, жители Авдеевки были донбассянами не той системы, потому что ее бомбили, причем реально, а не теоретически, именно россияне и российские прокси, типа донбабвийских обезьян. Все 8 лет. Но это для России нормально. Она с 2014 года четко проводила и проводит сегрегацию жителей Донецкой области по территориальному принципу. Те, кто попал под оккупацию, там получал ДНР-овский, прости господи, паспорт, это истинные, чистокровные донбассяне. Жертвы киевского режима, олеи ангелов, вся вот эта пропагандистская ересь. А доничане, то есть те, кто жил на свободных от русского мира землях, это второй сорт. Их можно было обстреливать все те самые 8 легендарных лет. А сейчас, когда маски полностью сброшены и отброшены ударом ноги, вот так вот, с лету, как футбольный мяч, Россия хочет доничан освободить окончательно. От жизни. Бои за Авдеевку и прилегающую к ней промзону не прекращались с 2014 года. Этот город один из последних укрепрайонов ВСУ на старой линии фронта еще со времен АТО. И за 9 лет украинские рубежи обороны стоят на своих местах, не двинувшись. Расположенная севернее Донецка Авдеевка тактически важна. Позицию вокруг нее позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Авдеевку пророссийские боевики захватили в конце апреля 2014 года, но уже в июле того же года вооруженные силы Украины освободили город. С тех пор Авдеевка постоянно находится под российскими обстрелами. Также оккупанты не единожды тщетно пробовали выбить украинские силы из города и населенных пунктов поблизости. После того, как Россия вторглась в Украину полномасштабно, Авдеевка стала одной из ее целей, когда оккупанты объявили о своих планах полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы приблизиться и попробовать окружить и захватить город, россиянам сначала надо было вытеснить украинские силы из ближайших населенных пунктов, где наши держали позиции с 2014 года. В июле 22-го враг атаковал Красногоровку, поселок Пески и другие населенные пункты севернее Авдеевки. В конце июля украинский генштаб сообщил, что отдельные российские подразделения имели частичный успех в районе Авдеевки. И вскоре стало известно, что ВСУ потеряли угольную шахту Бутовка. Затем оккупанты взяли под свой контроль фактически уничтоженные артиллерийскими обстрелами поселок Пески. Таким образом, враг приблизил свои позиции к украинским силам на севере и юге от Авдеевки. Дальше бои вокруг города продолжались, но без масштабных попыток россиян наступать. Авдеевку часто называют «воротами в Донецк». Прямое расстояние от нее до временно оккупированного Донецка около 6 километров. Это делает Авдеевку важной локацией, с которой с помощью артиллерии можно обеспечивать огневой контроль за логистическими путями обеспечения российских оккупантов на этом участке фронта. Для России же важно создать контролируемую зону вокруг Донецка, чтобы в полной мере использовать оккупированный город как основной узел обеспечения и место базирования своих сил. Кроме того, большинство экспертов сходятся на том, что Авдеевка имеет не так военное, как политическое значение для Кремля, то есть для достижения пропагандистского эффекта. Хотя само российское руководство и руководители самопровозглашенной ДНР заявляют о том, что вытеснение ВСУ из Авдеевки обезопасит оккупированный Донецк от обстрелов, военные эксперты подобные пропагандистские тезисы опровергают. Хоть от Авдеевки до центра Донецка считанные километры, но украинские войска уже имеют артиллерию, способную бить на гораздо большее расстояние. Российские войска активизировали штурмовые действия возле Авдеевки 10 октября 2023-го, и это стало самым масштабным наступлением на город за все время войны, начиная с 2014 года. По данным Генштаба ВСУ, почти 40-тысячная группировка российских войск начала одновременно давить с северного и южного фланга, пытаясь перерезать линии снабжения города. Но за 9 лет боевых действий украинская армия создала в районе Авдеевки оборонительные позиции. Наскоком взять их российская армия не смогла и перешла к уничтожению города авиационными ударами и штурмами пехоты. Потери россиян в течение первых недель штурма Авдеевки стали рекордными за весь 2023 год. На конец октября они составляли около 6,5 тысяч человек и сотни единиц бронетехники. В британской разведке подтвердили рекордные потери россиян. А глобальная геолокационная платформа GeoConfirm назвала российскую атаку на Авдеевку самой дорогостоящей с начала вторжения. Большинство бронетехники, поддерживающей наступление, было уничтожено на подходах к Террикону в северо-западнее Авдеевки или во время движения колоннами на дорогах. ВСУ заминусовали вражескую технику при помощи артиллерии и впивидронов. Однако это не заставило Кремль отказаться от планов по захвату города. К началу ноября российская армия провела две волны наступления. Она смогла продвинуться на несколько километров к северу от Авдеевки в сторону местного коксохимического завода и Террикона, а также к югу от Водянова в сторону поселка Тоненькое. Сейчас оккупанты готовятся к третьей волне штурма Авдеевки. Под город уже стянули резервы и ожидают улучшения погодных условий, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Тем временем неудачные штурмы Авдеевки и небывалый разгром российской армии уже стал очевиден даже для ЗЭТ-военкоров. При этом Путин продолжает утверждать, что якобы ВСУ несут намного большие потери в войне. По его словам, они составляют один к восьми. Даже военные пропагандисты возмутились такому вранью. Потери просто огромные. Один к восьми примерно, если в соотношении. Нам говорят, что там потери восемь, так сказать, выисушников против одного нашего. Но когда видишь, что творится при попытках наступления, в эти соотношения не веришь. Тут вот важно понимать, что ключевые слова – это подтвержденные фото и видео. Потому что потери ВСУ в западной технике на первом этапе летнего наступления на юге рашистские пропагандоны моливали широкими мазками. Там даже Путина забрызгало. А когда пришло время, собственно говоря, подбивать дебет с кредитом, выяснилось, что все эти разговоры были большим и зловонным пропагандистским пшиком. А вот здесь, под Авдеевкой, сотни единиц техники. На фото, видео, с геолокацией, с подтверждением. И вот я не знаю, как у вас, у меня возникает реальный вопрос. Зачем? Зачем рашисты тратят такие силы? Зачем они кладут в Донецкую землю своих чмонь волна за волной? Отправляют технику колонна за колонной на район, укрепленный еще с 2014 года. Зачем они сжигают силы, а на пепелище по костям и среди обгоревших остовов танков пускают новые силы, переброшенные с других участков? Пропаганда? В этом есть смысл какой-то. У путинского воинства так давно не было побед, что пропагандистам приходится представлять как победу для жвачного зрителя «малый темп наступления ВСУ на южном направлении». В части победы, да. Но так ты плешивого и тщедушного кремлевского слона в предвыборный период не продашь. А он же хочет именно продасться. Не насильно, по любви. Для меня тоже не сходилась эта картинка, пока я не увидел старое интервью Немцова, в котором он рассказал, что Путин во время Норд-Оста лично попросил его и Лужкова не участвовать в переговорах с Бараевым. Как выяснилось еще позже, причиной было опасение Путина, что переговоры Немцова с Лужковым, с священными, захватившими театральный центр на Дубровке, повышает рейтинг этих двух политиков. Эта невзрачная моль, она подсознательно хочет, чтобы ее любили. Ничего нового, кстати, для диктаторов. Он знает, что в любом случае он станет победителем этой бюрократической процедуры. Но ему еще хочется, чтобы это произошло как-то по любви. Смотрите, я не говорю, что это главная мотивация, но мне кажется, что и она тоже есть. Поэтому нужна победа. Нужна тряпка трехкалорная, водруженная хоть над чем-то, хоть над какими-то развалинами, как это было в Бахмуте. Но Бахмут, кроме всего этого, имел и стратегическое с военной точки зрения значение. Зачем российская армия, не считая потерь ни в живой силе, ни в технике, атакует Авдеевку? Есть ли в этом военный смысл? Об этом мы поговорили с военным экспертом Александром Мусиянко. Оставайтесь, будет интересно. Если говорить о планах, о планах российских оккупационных войск. Есть ощущение, что вот россияне сейчас будут давить по максимуму в районе Авдеевки. Но в то же время это для них как и было, так и остается всего лишь программой минимум. Да, а главная цель – это постараться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и включить их уже там, условно говоря, в состав России. Так ли это? На самом деле это не главная цель. Это, скажем так, цель, она есть, но она не главная. Главная цель – стратегически войну затянуть как можно длительный период. Для чего? Для того, чтобы переждать Запад. То есть вот стратегическая цель – затягивание войны, как способ, что на Западе пошатнется поддержка Украины, что будут президентские выборы в США, сложится более благоприятная конъюнктура для России, как они думают, будет ослабевать помощь Украине. И таким образом, ну что будет оставаться, помимо того, чтобы каким-то образом договариваться? Ну так рассуждают Кремля. Но как договариваться? Договариваться с новыми территориальными реалиями, как они говорят, либо путем поисков других компромиссов, на которых по понятным причинам Украина не идет, и эти территориальные реалии не признают. Нарушение норм международного права, то, что сотворила Россия эти преступления. Но вот это главная цель для них на сегодняшний день. И вот тут, когда мы говорим об админграницах, мы говорим Донецкая и Луганская области. Но я хочу напомнить, а ведь что происходит? Ведь Россия признала и Херсон, и Запорожье своими территориями. Но они там не наступают, правда? А теперь вот мы переходим, ну потому что они не могут там наступать. Там наступают украинские войска. Более того, они отступили под действием украинского давления, украинских войск в прошлом году. Мы сейчас будем годовщину освобождения Херсона отмечать. Вот. Поэтому эта цель, она второстепенная. Она есть, безусловно. Если бы это удалось российским войскам, это был бы праздник на целый год, как будто российские танки действительно дошли до Ла-Манша. Вот. В этой связи для них это сейчас там колоссальные победы. Они бы воспринимали, танцевали бы, плясали. Блин, ищаем с чем хочешь. То есть все это было бы, конечно. Угары и так далее. Но на сегодняшний день стратегическая цель именно затягивания войны. Это первый момент. На фоне этого, что необходимо сделать для того, чтобы для России, как им кажется, российских войск обеспечить более комфортные условия, нежели они находились раньше. Первое. Остановить украинское контрнаступление на юге. Первое. Для того, чтобы отложить момент, когда Украина снова сможет большими силами пойти вперед. Для них это чрезвычайно важно. Второй момент. Активизировать боевые действия там, где с точки зрения российского командования им воевать легче и выгоднее. А это восток. Потому что что на юге? Во-первых, что они могут активизировать на юге? Минные поля на свои же. Ну, пускай пойдут, в принципе, я думаю, неплохо. Способ как разминирование. Но востока не могут. Потому что Россия рядом. Территория. Плюс территория, которая была оккупирована с 14-15-х годов, где инфраструктура. Украина уничтожает время от времени, наносит удары, но они все равно отстраивают, они где-то там перемещают и так далее. Поэтому решили наступать на восток. И плюс как способ оттянуть наши войска с юга на восточное направление. И там активизировать боевые действия. И нашли, избрали точку на карте, Авдеевку, не напрасно. Тут еще есть содержание. Оно такое, скажем, и политическое, и информационное, и военное. Все вместе. Я объясню. Почему Авдеевка? Ну, потому что контроль за территориями, над флангами северного и южного в районе Авдеевки давало возможность развивать наступательные действия так, чтобы смыкать. А это что значит? Россия, вот, необходимо обратить внимание, сколько раз за время полномасштабного вторжения они говорили о котлах. Вот сейчас будет окружение, котел, котел. Они искренне хотели бы где-то, потому что они бы это использовали и как давление на украинскую власть с целью активизации какого-то переговорного процесса. Они бы это использовали в информационной пропаганде. Это минимум три месяца праздника. Сейчас на весь зимний период, учитывая Новый год. Угар конкретный пошел бы. Вот это все. Поэтому, кстати, и они сейчас, вопреки всей информационно-пропагандистской накачке, необходимо обратить внимание, они не говорят о масштабном наступлении на Востоке. То есть от Купинска до Авдеевки, что сейчас мы все захватим. Они все время говорят об Авдеевке. То есть они избрали населенный пункт, куда опустили весь фокус внимания. А если бы они были уверены, что, например, к 31 декабря выполнят задачу по захвату Донецкой области. Они бы так и говорят. Вот у нас цель, масштаб, то есть скинули бы своим военкорам, пропагандистам указания. Значит, говорите вот именно так. Но они говорят более осторожнее, понимая, что вот сейчас. Но и более того, я тебе скажу, сейчас, судя по тому, что происходит в образованном пространстве, а мы его мониторим, конечно же, судя по всему, им пришла вообще цедулка сверху о том, что тема Авдеевки снимается с обсуждения. На всех топовых пропагандонских шоу они обсуждают все, что угодно. Они обсуждают Израиль, обсасывая каждую подробность, и обсасывая каждого ребенка, убитого какими-то ракетами, или в секторе ГАЗа, или в Кибуцах 7 октября. Они обсуждают геополитику. Тема Авдоса, тема Авдеевки, в принципе, вообще ушла на самый-самый задний план. Я хочу напомнить, я понимаю, почему они так делают. Потому что им начнут вспоминать, а как было наступление под Углидаром, когда дубльская пехота, бригады, две бригады российских было разбито. А как проходило сейчас наступление, когда... Я не беру даже украинскую статистику сейчас, я беру статистику вот нейтральных осинчиков, осин общественности, которая ведет постоянно мониторинг, спутники, все это верифицировано. Более 100 единиц за несколько дней. Более 100 единиц танков, бронированной техники, огромное количество живой силы, потому что, как они штурмовали, эти же видео есть, как они на броне сверху сидят. Да, да, да. Ну и как? Едут, и это все уничтожается. Дроны, авиация работает, хаймарсы, артиллерия украинская, все. Как это? Это же сейчас обязательно привлечет внимание. Если говорить о значении самой Авдеевки, почему это важный пункт? Я, например, понимаю, да, что его называют воротами в Донецк. Ну и более того, Донецк, как огромная абсолютно агломерация, является чрезвычайно удобным театром для того, чтобы в Донецке иметь рембазы, склады, логистику. И все это скрыто в городской застройке, по которой ты не будешь бить кассеты. По которой ты будешь бить достаточно экономно, точечно, так как мы, собственно говоря, и делаем. Но такого массового эффекта не получится. Этим удобно вот это вот было направление. Так ли это? И что еще из стратегического в Авдеевке? Отчасти, на самом деле. Это отчасти. Но ведь, скажем так, необходимо говорить прямо откровенно. Ну вот идет полномасштабное вторжение. Да, украинские войска наносили удары. Частично, точково, правильно, как ты говоришь, по Донецку, там по военным объектам. Но в конце концов это же не остановило в целом ведение боевых действий. То есть, как бы там ни было, они тоже перебазируют, они ищут места. Но с точки зрения, конечно, если бы им удалось оттянуть наши позиции, нашей артиллерии и ограничить возможности для того, чтобы доставать те или иные объекты непосредственно в Донецке, это, конечно, для них имеет смысл. Они будут... И опять же таки, пропагандистский эффект. Никогда не надо забывать. Постоянный нарратив. В России какой? Обстреливали Донецк столько лет. Обстреливали Донецк. Вот сейчас бы они сказали, мы это двинули от Авдеевики, линию артиллерии. В Донецке, значит, жители можете там как-то вздохнуть спокойнее и так далее. Не нужно объяснять, никто не будет даваться в объяснение, что это несколько километров либо несколько десятков и можно доставать другими видами вооружения. Это не важно. Это не важно. Но этого никто не будет делать. Людям не будут этого объяснять. Им скажут вот так. Вот смотрите, все. Ну, то есть, только с этой точки зрения. А в остальном я объясню, почему. Дело в том, что это одно оперативно-стратегическое управление войск отвечает за наступление на Мелитопольском и Бердянском направлении и за оборону Авдеевки. Понимаем, да? То есть, с точки зрения того, что оперативно отреагировать и передислоцировать войска с юга туда, куда им нужно, это будет максимально оперативно, потому что в ведании одного оперативно-стратегического управления войск. Они где-то... Там разве не две-то? Там юг, а там восток, по-моему. Там Таврия. Там одно направление Таврия называется. И они отвечают, Авдеевка еще входит в осу Таврия. И вот, собственно говоря, это тоже смысл. Это военный смысл, почему они там сделали. И следующее, это просто расположение войск таким образом, чтобы развивать перспективы именно окружения. У них нету больше нигде, вот если на востоке посмотреть, возможности говорить именно о движении с целью окружения. Поэтому избрана, ну вот, Авдеевка. Слушай, ну я же, ну вот, я все равно не понимаю, да, с военной точки зрения. Ну, Авдеевка и вот вообще вот этот вот выступ, это же, ну это бесперспективная точка достаточно, да? Ну окей, хорошо. Они срезают этот выступ. Но дальше там, что там дальше? Куда дальше? Или просто это вот уничтожение, срезание ради срезания? Опять же такие. Необходимо исходить из целей, которые ставятся. Если исходить из целей, что это орда, которая будет двигаться и просто уничтожать все перед собой на своем пути, и просто захватывать территории, выжженную землю, это стратегия прошлого года. Лето осени прошлого года российской армии. Сейчас она мало работает, потому что нету такого количества боеприпасов, сил, ресурсов, чтобы воевать так, как воевали под Северодонецком либо Лисичанском. Но если цель стоит в том, чтобы попытаться окружить, получить в этом серьезные баллы, попытаться захватить хоть что-то с целью пропаганды и поднятия морального настроения и духа среди там своих военнослужащих и так далее, если цель стоит сорвать и приостановить, либо остановить вообще на зимний период украинское контрнаступление, я хочу напомнить, заявление украинского военного политического руководства о том, что наступательные действия могут не прекращаться и зимой. Это было сказано и во время Арамштайна предыдущего конференции. А что это значит? Это значит, что они реально испугались, что боевые действия, что наше наступление будет, а там чего, вдруг мы добьемся расширения Плаздарма, морозы будут, а там все поедут, леопарды и так далее. А как дальше? А вдруг, когда никто не ожидает, мы бы вошли в Токмак? Ну вот никто бы не ожидал и все. Они реально подумали, давай мы перестрахуемся и устроим сейчас, и войска с дружного направления заставим передислоцировать сюда. Тогда, с этой точки зрения, если они ставят такие цели и задачи, вот они их пытаются сейчас добиться. Тогда просто, если мы так анализируем, мы понимаем, что не ставится... Первая очередная задача не захват территории. Первая очередная, вот то, что я сказал, сделать и достичь. Смотри, я могу ошибиться в формулировке, но в одной из умных книжек по оперативному искусству я прочитал, что окружение является самым эффективным способом уничтожения военной силы противника. Это приблизительно так. Именно поэтому они собираются, вот именно поэтому они стараются окружить войска на район обороны в Авдеевке. не оттеснить так, как мы, а именно окружить. Да, да, да. Это одна из причин. Ну и вторая, вот тут необходимо просто понимать. Вот они же моделируют как сценарий, вот с точки зрения нашего врага. Они думают тут приблизительно так. А если эта операция удастся, и, ну, не удастся украинским силам пробить это кольцо окружения, да, например, и будет... Ну или не то, что не удастся, будет необходимо время для того, чтобы его пробить. Во-первых, для того, чтобы его пробить, очевидно, снимут резервы и группы войск с того же южного направления. Наверное. Я так думаю. Мы можем допускать. Или с других направлений. Но откуда же необходимо это на подкрепление? Раз. И для них уже хорошо. Второе. Попытаться заставить надавить и сдаться в плен. То есть, ну вот, они считают, это была бы деморализация вот большого количества. Потом диктовать условия какие-то, уже не только военные, но и политические. Хотите, чтобы мы там, ну вот, взяли просто в плен, значит, выполните какие-то условия. И не просто нам выдайте кого-то, но уже сделайте какие-то уступки, там, я не знаю, и так далее. Это тоже цель. Я правильно понимаю, да, что ты хочешь сказать, ну мы с тобой два взрослых человека, которые прекрасно помнят, что происходило в 14-м, 15-м, 16-м годах, что они сейчас пытаются вот сделать то же самое, что они сделали тогда. Да, рассказывая о котле, котел, это было самое, наверное, популярное слово в фейсбуке тех времен. А вот у нас котел, а вот наши соночки, ля-ля-ля, все дела. И дестабилизация через использование вот именно котла, слово котел, понятие котел, которое... Да. Да. Для раскачки украинского общества. Это, по твоему мнению, это одна из задач. Одна из целей, да, одна из задач. Я уже вижу, как они нагнетают это, я вижу, как вот это выбрасывается и в украинское информпространство, пытаются, заходят разные выбросы. Я понимаю, я понимаю даже приблизительно стилистики, когда что кто-то сейчас на Авдеевском направлении что-то сказал, что полный крах, Россия наступает, у них все там хорошо, нам ничего не хватает, нас военное руководство бросило. Ну, понимаешь, да, то есть стандартные тексты, которые... Да, которые вбрасываются. Это что потом? Это получается, что вот ситуация нагнетается. Ну, вот они тоже это используют. Вот, и тут мы подходим к пониманию, что как раз понимать это с точки зрения просто вот захвата территорий, там, я не знаю, просто Авдеевки для того, чтобы на 15 километров отодвинуть, там, например, дальность нашей артиллерии, там, и так далее, и так далее. Если так думать, то это не понимать их целей, то есть это второстепенные совершенно цели. А основные цели, вот те, о которых мы говорим? Поправь меня, если я ошибаюсь, но когда брали Бахмут, а Бахмут был действительно стратегически важной точкой, потому что через Бахмут, после взятия Бахмута открывалась дорога туда дальше, Часовьяр, и дальше агломерация Константиновка и Славянск. Ружковка, Константиновка, Дружковка, Константиновка, Славянск, да? Да. Район Авдеевки, он открывает какие-то такие, в том случае, если они смогут такие, нас оттуда вытеснить, да, из Авдеевки, открывается ли оттуда какое-то направление перспективное для них? Ну, теоретически на Покровск, если мы будем говорить, но о чем я хочу отметить, что опять же таки, я не зря вспомнил об Ахмуте и о Часовом Яру. Ну, я ведь не зря, потому что в чем суть? Вот что, какую сейчас очень важную задачу выполняют украинские войска? Они истощают наступающую армию врага. Это очень важно. Они сбивают темп. То есть, в любом случае, они споткнутся об Авдеевку так, что упадут. И в результате этого падения им подняться для того, чтобы идти дальше куда-нибудь на Покровске или другие направления будет очень тяжело. Если не невозможно. Вот так это необходимо понимать. Другое дело, если бы сразу украинские войска вышли, вот только вследствие первого же штурма, они нанесли потери серьезные, там более 100 единиц техники. ресурс большой еще там у России. Какой-то он есть, но он не бездонный. Тут ничего бесконечного с точки зрения ресурсов нет. Их тоже необходимо черпать. А черпать и мгновенно перебрасывать, это тоже задача. Поэтому я не вижу перспектив, даже если бы случилось такое, что нам необходимо было бы выйти, а я почти уверен, что сценарии рассматриваются, чтобы никогда не подарить врагу такого и России такого подарка, как там окружение и так далее, такого не было во время войны полномасштабно. Я хочу напомнить, что исключение только Мариуполь, там совсем другая ситуация. Поэтому рассматриваются, но цель пока есть возможность держать для того, чтобы наносить как можно большие потери и сбить как раз их темпы, не дать им никуда потом продвинуться. А я сейчас процитирую, да, глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Россияне лезут как бешеные, десятками ложатся и буквально через небольшое время снова идут. Это Углидар, это Бахмут или это Черниговская область в самом начале войны по потерям живой силы и техники? С чем это может сравниться? Я думаю, что это Углидар, переходящий в Бахмут по уровню потери. Уже. То есть мы уже... По уровню техники вот сегодня было опубликовано, да, они уже... Ну, это рекорд месяц. В октябре месяц это рекорд больше, чем было уничтожено в начале полномасштабного встанжения, когда уже колонны просто тупо на дорогах. Да, да, да. Именно так. Так это уже больше, поэтому я говорю, что это Углидар, перерастающий в Бахмут по количеству потерь. И вот что интересно, что они лезут, лезут, лезут. Вопрос порога, когда перестанут лезть. Кто же будет новым, а кто будет новым Вагнером в этой ситуации? В Бахмуте Пригожин сделает тел вагнеровцев, поехал по тюрьмям, дособирал еще там, еще там. Эти тоже штурмовиков ЗЭП там, других формируют, Редутовцев и так далее. Но вот интересно на самом деле, насколько их рвения такого хватит, потому что там было все же по-другому. И вот это остается еще для меня открытым вопросом. Я не думаю, что будет такое же, как под Бахмутом. Тут нету вагнеровцев, их не наблюдается. В том смысле, что у тех была амбиция личная, связанная с Пригожиным, для того, чтобы доказать всем, что он состоятельный, успешный, типа полководец. А тут, ну, были такие полководцы уже под Углидаром, там были, на Подкупинском, там где-то еще под Лиманом. Ну, были, но что, ничем особенным. Никто не вылазит, кстати. Никто не светится. Вот я обращаю внимание, никто из генералитета ихнего, никуда-то там, даже когда Шойгу встретился, там никого не было из командующего, там был среднего уровня личный состав. Типа награждаем и так далее. Никто даже на камеру не хочет залезть. А почему так? Ведь героически наступаем, а понимают, что лучше не светиться где-то подальше, что ответственность будет. А какими силами располагает на данный момент Российская Федерация и Российские оккупационные войска вот на этом участке фронта, учитывая те феноменальные абсолютно потери в боевой технике и в живой силе, которые они уже понесли? Насколько я понимаю, там были какие-то данные, что три бригады уже утратили утратили Ну, в целом, вообще, на этом участке группировка составляет порядка 50 тысяч. Но это не только Авдеевка, это и южнее, далее на угледарном направлении и часть Бердянского направления. Ну, там, где Старомайорская, Старомлыновка, идут боевые действия и так далее. Вот в этом районе, собственно говоря. Вот такие вот составляют, скажем так, цифры. Ну, потери, что по броне? Ну, то есть, вот уничтожили абсолютно какое-то, ну, реально, небывалое число техники, причем подтвержденное фотографиями и всем, как ты сказал, да? Да. Что дальше? Они будут атаковать пешком? Да. Живая сила плюс поддержка авиации, это сейчас уже тенденция. Вот малые группы и серьезная поддержка авиации авиабомбы. Ну, управляемые. То есть, это постоянно там. Пять-шесть вылетов идет только на Авдеевское направление российской авиации за день. То есть, они пытаются, вот они пытаются все уничтожать, просто сирать с лица земли, используя авиабомбы, используя в меньшей мере артиллерию, потому что нету таких уже возможностей настолько ее эффективно использовать. И перегруппироваются, то есть, будут снимать технику, уже есть информация о том, что часть подразделений, у которых есть броня, несколько десятков различных типов вооружений, там и БМП-1, там и БТР, там и танки Т-72, они их снимают с лиманского направления и передислоцируют туда. Ну, то есть, потому что... направление, где они тоже пытались провести наступательную операцию. Да, безуспешно. Кстати, лиманское направление, по-моему, достаточно так, настолько серьезно продержалось, что ни одной огневой позиции не пришло к российским войскам в ходе этого наступления. Какие у нас перспективы в связи с этим? Что мы можем, да, условно говоря, мы перемалываем огромное количество российских войск, а мы перемалываем уже даже не те, которые начинали эту операцию по окружению Авдеевки, а уже даже там тех, которые резервные и тех, которые резерв-резервные. Какие нам это дает перспективы? Ну, во-первых, что необходимо отметить, активная оборона, она предусматривает меньшее истощение сил. у войска, ну, и средств, которые используются. Мы находимся в активной обороне, отбиваем численные атаки сейчас противника, что дает нам перспективы, ну, сохранять большую боеспособность наших сил, нежели постоянно находиться в такой роли, например, как Россия, постоянно пытаться наступать, наступать, наступать. Это первое. Второе, мы изматываем российские войска, войска противника, это тоже важно. Третье, мы уменьшаем наступательный их потенциал. Четвертое, это зависит и от нас, и от наших партнеров, уровень вооружения, который мы получаем, для того, чтобы формировать, да, доукомплектовать те подразделения необходимым вооружением, для того, чтобы возобновлять, в свою очередь, наши наступательные действия, в тот момент, когда это, ну, станет возможным, исходя из боевой обстановки, и после того, как мы ослабим противника, соответственно. Ну, это, характерно для вот войны на истощение, да, то есть, иногда полезно даже находиться в обороне с той точки зрения, что ты сохраняешь силы. По резервам, которые у них есть еще на данный момент, да, я слышал, что вот Донецк и Восток фронта, а 25-я новая резервная армия, а дальше юг, это 36-я армия, которая еще не приходила в движение, ну, по разным высказываниям, и вот сейчас в срочном режиме на Херсонском направлении, на правый берег, оперативная группировка Днепр, туда перебрасывается 18-я по-моему, да, резервная армия. А что мы можем сказать, да, это полнокровные армии, а в чем их сила, кроме количества чмонь готовых, которые готовы забрасывать в топку войны, и в чем их слабость? Сила только в том, что они людей насобирали, ну, то есть, действительно так, плюс, ну, сила в том, что они могут обеспечивать авиационные прикрытия, и поддержку этим группам, войск, этим армиям. Слабости их в том, что практически ни одна из них не укомплектована по нормативам на 100% техника либо артиллерии. То есть, отсутствует, например, та же 25-я, у них отсутствует порядка 40% необходимой брони, техники для обеспечения. Ну, вот нет. есть случаи, когда недокомплекты по 25-30, есть 50% по артиллерии, то есть, это больше, чего сейчас нету, поэтому это не настолько полноценные армии, полноценные, они только с точки зрения количества, вот там, штурмовиков, мобилизованных этих и так далее, все. Остальное там, ну, сейчас они декларируют о том, что в зимний период на территории России потом будут пытаться создать еще 2-3 армии, значит, которые должны суммарно составить до 100 тысяч личного состава там, но это по составу, кстати, по составу и все дальше точка. Ни слова о технике. А что же с техникой? А что за с артиллерией? Вот поэтому по человеческому составу они еще кого-то могут набрать, вот с техникой все дальше и дальше и дальше проблем. Я на самом деле слышал два полярных абсолютного мнения и в самом начале и вот сейчас и по поводу всеевдеевской обороны. Первое из них это то, что расисты смогли нас застать врасплох, а второй это то, что наоборот мы все видели и именно поэтому настолько успешными является отбитие этой атаки и уничтожение атакующих войск, волн и техники и людей со стороны расистской, расистских оккупационных войск. Да, я думаю, что да, именно то, что это было прогнозировано, именно то, что в принципе было понятно, что российские войска будут пытаться перехватить инициативу и пойдут наступление, с этим и связано то, что оборона держится. Ну и она не треснула, она не упала в первый же день массированной атаки по Авдеевке. это именно поэтому. Тут не было какого-то, ну скажем так, того, что нас застали врасплох. Это просто, ну просто действительно масштабное наступление. Ну да, наши силы готовились. Они правда рассчитывали, что мы сразу снимем, наверное, подразделение с юга, но этого тоже не случилось. Но готовились, очевидно, да. И поэтому и удается сдерживать. Многие говорят о том, что это наступление является всего лишь требованием политической власти Российской Федерации, то есть Путина и всей его икомарилии, требованием к военным обеспечить к выборам хоть какую-нибудь победу на фронте. Хоть какой-нибудь город, где можно воткнуть палку с триколором для того, чтобы это можно было раскручивать в пропаганде. У которой тоже падают просмотры, потому что нет никаких побед. Ну, это, честно говоря, очень-очень-очень там где-то внизу из всех целей, которые мы обсудили сегодня, которые имеют значение. Ну, необходимо же отметить, что выборы это же бюрократия. Да, как говорил Песков в одном из интервью в России, крайне мере. Поэтому тут больше все-таки вопрос в том, что войну необходимо просто продолжить. как выживание путинского режима. Просто как выживание с выборами, без выборов, это уже не имеет значения. Но опять же таки, это игра и это хождение по тонкому льду. Поскольку то, что сохраняет сейчас путинский режим, это война мобилизованная и все, так может этот режим и погубить. Поэтому вот так вот, поэтому это очень рисковая игра. И в случае дальнейших неудач это просто все, ну, скажем так, перевернет вообще. Поэтому я не думаю, что как раз ставились бы такие цели. Цели ставятся просто воевать, просто идти вперед, просто сейчас как-то переломить ситуацию. Пригодится эта история к выборам? Хорошо будут использовать. Не пригодятся, Путин скажет, я с самого начала говорил, что российские войска в активное оборвание. Я вам ничего не обещал. Поэтому все... До 7 ноября обязательно взять Авдеевку развить наступление. Ты во все это не сильно веришь? Я, скажем так, если я хочу почитать мифы или сказки, то есть достаточно более интересные авторы и более интересные захватывающие сюжеты, которые это описывают. А если мы хотим поговорить о вещах серьезных, то вот мы серьезно сегодня поговорили о вещах серьезных. И в завершение нашего разговора я записываю эту программу сейчас, когда исход битвы за Авдеевку еще далеко не определен. Думаю, вы это поняли по нашему разговору. И сейчас я не знаю, каким будет ее исход, каким будет ее развитие, но я уже сейчас могу точно сказать, что битва за Авдеевку при любом исходе уже стала примером украинского героизма и стойкости, способности выдерживать немыслимое давление, намного более превосходящих сил противника и умение воевать не числом, а умением, доводя соотношение потерь до какого-то фантастического уровня. На данный момент это минимум 15 к 1, что в 3 раза превышает даже прописанные в советских и прочих учебниках расчеты потерь, соотношение потерь между атакующими и защищающимися. И в то же время, независимо от результата этой битвы, она уже стала свидетельством того, что российское командование не считается с потерями личного состава от слова совсем. Настолько, что, как мне кажется, это даже для России с ее полководческими традициями перебор. Но, судя по всему, россиян это устраивает. Россиян на фронте в первую очередь тех самых людей с оружием, которые готовы дохнуть в таких количествах, что это даже уже не умирать, а именно дохнуть, но не поднять оружие против тех, кто их в эту мясорубку отправляет. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.